Давайте поговорим об Иисусе Христе. Я говорю, нет, давайте я пойду к детям. Кесет делаешь? Да. Вкуснота. А ты будешь? Нет, я буду пылесосить и собираться к парикмахеру. Какая грозная Катя. Короче, сейчас будет обед, плавно перетекающий ужин. Облом, ребята, с малиной мы опоздали, зато на пальму полюбовались. Доброго всем утра. Я только что помыла голову, потому что сегодня я иду подстригаться и приводить себя в порядок, обновлять причесочку. Ты зайди ко мне, скажешь привет. Да, я расчесываюсь, глядя в камеру. О, все. Ну, в общем, мне сейчас надо досохнуть и где-то через минуток тридцать-сорок я уже пойду. Поэтому мне нужно сейчас еще пропылесосить пол, а девочки будут его мыть. Да, девочки? Угу. Подними, а мой тапок он улетел. А еще я с утра сходила и принесла травку в щеншине. И она сейчас ее кушает. А вышла-то я почему? К нашему дому подошли две женщины. Думаю, интересно, что им надо. Я такая вся в полотенце, накидываю куртку, бегом туда, но вдруг там что-то важное. А это вот типа вербовки в секты. А давайте, говорит, поговорим об Иисусе Христе. Я говорю, нет, давайте, говорю, я пойду к детям. Не люблю вот таких вот агитаторов. Мишечка, ой, Мишечка куда-то потащил. Ну, вытирай, вытирай. Смотрите, какой мальчик хороший. Он что-то разлил, идет, вытирает. Дверь, не пугайтесь, ужасная. Мы ее ободрали, а сделать не сделали. Это не вытирается. А, он помогает Кате в уборке, да? Катя, ну ты намочи тряпку, замочи там это пятно, хорошо? Хорошо. Ой, как он там, смотрите, вытирает. Надеюсь, что сегодня папа нам продолжит делать окна. Подоконник уже явно подсох. И окна станут сегодня красивыми. Я сейчас пропылесошу и уйду. Лизка посмотрела на меня и тоже решила причесаться. А я кисель делаю себе. И вот эту стенку, я надеюсь, он тоже замажет. Но это не сегодня явно. На нее мы не покупали штукатурку. Ты кисель делаешь? Да. Вкусно, да? А ты будешь? Нет, я буду пылесосить и собираться к парикмахеру. Я вообще-то не люблю кисель. И не только потому, что фамилия у меня была Киселева. И меня пытались так дразнить. Чего, Катя, ты какая-то мокрая. Мне вопрос. Подожди, сейчас я. Все, я бегу. Расчесалась. Вся такая лохматая. Сейчас надо быстренько прям. Потому что еду впритык. Машина, надеюсь, уже погрелась. Чирик. Хотела еще в машине убрать перед поездкой. Не успела. Поэтому буду это делать позже. Наверное, уже теперь вечером. Ой, как тут тепло. Ой, как у меня кончается бензин. Блин. Капец. Ну все, поехали. Ой, поехали за бабушкой. Я приехала забирать бабушку. И пока она будет садиться, я вам покажу тюльпаны. Потому что они наконец-то открылись. Я к тюльпанам бегу. А ты в машину. О, какие громадные тюльпаны. Обалдеть. Сейчас, я эти поснимаю. Ох ты какой. Какой один тюльпан необычный. Но он маленький. Он совсем небольшой. А эти просто гигантские. Ну все, побежали. А то мы не успеем. Да, сначала поснимаю до... А что? Мы... Ну, мы-то по телефону поснимаем. Ну, так давай звони. В общем, мы приехали стричься. И сейчас будем преображаться. Вот такая вот я красивая. Подожди, я себя снимаю. За девятую задачку ставить два балла. Я сегодня модная. Короче, меня уже все подстригли. И даже уложили. И только один день в день стрижки я вот с модной прической. А, 12 заданий. Все. Да? Очень классно. Мы идем домой. Точнее, едем. Вот сейчас маму заснимем. Деды. Вот она ты. Наташа смотрит наши влоги. Так что посмотрит, как тебя подстригли. Все, садимся в машину. Едем к нам домой. Так, ну все. Мы едем в Крымск. Опять. Я когда сказала одной женщине, говорю, что сразу в Крымск едем? Она говорит, ну вы переезжайте к нам. Человек типа в Абинске жить. Не хочешь в Крымск переехать? Я ей говорю, знаете, говорю, как-то ваше это... Наводнение пугает. Она говорит, ну так вы, селитесь там, где повыше. Вот так вот просто относятся жители Крымска к своему наводнению. Она, скорее всего, это... Она скажет... Там, где повыше. Либо она просто не присутствовала в это время. Потому что я думаю, что во время наводнения 12-го года хреново было всем. И тем, кто повыше, и тем, кто пониже. Как бы ехать потом после наводнения в эту часть Крымска, ну, где, собственно, пардон, трубы у дороги выносят. Тоже не самый лучший вариант. Да? Ну вот, в общем, мы опять едем в Крымск. Мы едем за кормом. Сейчас на какую сумму наберем корма, даже не знаю. Я буду соображать, какой корм нам надо. На улице, кстати, сегодня потеплело. Я не помню, говорила я это или нет. Уже тепло, но ветер дикий. Поэтому 14 градусов ощущаются, ну, примерно, как плюс 6. Да? Вроде солнышко греет, старается, а толку? Надеюсь, что завтра будет теплее. А то мы на заправке. Сейчас заправим машинку. Заправка, которая рядом, прямо с кормом. Мы приехали за кормом. Заправим машинку и пойдем покупать корм. А то кукуруза кончилась. А завтра ничего не работает. Пришлось ехать в воскресенье, представляете? А я сейчас смотрю, на телефон пришло предупреждение от МЧС. Опять заморозки. Сейчас надо обязательно Саше сказать. Приехали мы сейчас по дороге в Гавриш. Сейчас покажу вам, сколько пальм тут стоит. Прямо как это, в джунграх. Будем покупать малину. Дешево, куча всяких растений. Водопадик даже сделан красивый. Сейчас, короче, Саша будет выбирать малину. Лиза с бабушкой и папой скооперировалась. И будет сажать малинку. Выращивать. Где-то там за теплицами далеко. Ну, в общем, я вам покажу потом. Когда она с бабушкой будет, буду снимать это. Здесь аллея прямо из самых крутых растений. А? Что? Я в водопаде. А я думала, ты сказал что-то. О, прикольный. Шариками. Такой вот водопадик здесь сделан. Красавство. Вот там мне особенно нравится. Как интересно. Вроде просто из камней сложено. А смотрится, угадываются силулеты. Это вот такой вот у нас садовой стенка. Просто водопадик. А вот любимые мною... Ой, не видно его так. Шарики деревьев. Я хочу такое дерево. Еще и ствол закрученный. С пиралькой. Ой, чем-то пахнет. Это похоже на то, что провезли мимо, да? Запах такой яркий. Похоже на лавровый лист. Смотри. Это лаврушка. Это лаврушка. Это лаврушка. Это и есть лаврушка. Прикиньте, да? Такой лавр-шарик. Красиво. Облом, ребята. С малиной мы опоздали. Зато на пальму полюбовались. Как обычно, мы все делаем позже, чем надо. Поэтому за малиной теперь надо ехать куда? На обычной. А думаешь, стоит? А что думаешь, там нет малины? А вдруг там будет не то, что надо? Ну, в смысле, не то, что обещают. Ну, все равно уже малины. Ну, хочется вкусную и крупную малины. Ну, в общем, короче, мы, как обычно, опоздали. Поэтому... Поэтому будем искать где-то в другом месте. Почта, конечно, опоздали. Почта? Да. А если она фиговая придет? Пускай, пускай. И что? И поедешь к ним, это, если что, разбираться? Поставь там, может, что угодно. Тут ты сам даже не выберешь. Надо подумать, где еще, кроме Гавриша, можно купить малины. Где еще саженцы? А вон там, вот там, вот туда. Там нет малины? А у этих, которые к нам возят на базу, может, у них спросить еще. Давай вот сейчас к этим заедем. И заедем еще туда, на базу, да? Потому что с рук, я не знаю, нафиг. У нас есть уже мелкая малина, можно свою размножать. Она, кстати, не такая уж и мелкая. Если за ней ухаживать, она будет крупнее. А наугад покупать деньги, тратить жалко. Вот так вот. Ну что, ребята, мы уже приехали домой. Она у меня была на кровати. А почему она у меня на кровати оказалась? Ну что, Миша принес, без спроса. Какая грозная, Катя. Короче, сейчас будет обед, плавно перетекающий в ужин. Потом буду готовить для вас видео, влоги, монтировать. С утра сделала, перед тем, как к парикмахеру ехать, но не до конца. Сейчас домонтирую, как раз вам выложу. Так, что-то мы еще сегодня собирались сделать. А, ну заехали, мы, короче, посмотрели телефоны. Все грустно. Телефона у меня не будет. Не хватает нам на телефон. И, короче, буду я со своим пока старым ходить. Так, что пока, наверное, стримы не получится делать. Я тут умолазнию рождения, сделаю стрим. А мы, похоже, и на пикник не поедем. Что-то как-то вообще не складывается этот месяц. Как-то он напряжно идет. Но будем надеяться, что в следующем месяце будет лучше. Ладно. Пошла я кушать. Приятного аппетита всем, кто сейчас кушает. Увидимся позже. Пошла я кушать. Продолжение следует. Продолжение следует...